В преамбуле по лучевой терапии я хотел отобразить одну из основных задач нашего отделения последние годы в разрезе улучшения результатов лечения. И сегодняшнюю тематику сообщения я решил акцентировать на двух основных моментах. Это режимы гипофракционирования. Я напомню для аудитории, что это вариант, который подразумевает сокращение продолжительности курса лучевой терапии за счет увеличения разовой очаговой дозы и эскалации дозы лучевой терапии. Начну с эскалации дозы. Это основной вопрос, который напрямую взаимодействует, напрямую взаимосвязан с результатами лечения в разрезе радиационной онкологии. Вначале хочу продемонстрировать результаты большого ретроспективно нерандомизированного исследования, в котором было проанализировано 45 тысяч пациентов. Они были разделены на три группы в зависимости от риска прогрессирования, низкий риск, умеренный и высокий риск прогрессирования. Всем пациентам проводились современные варианты трехмерной конформы лучевой терапии и были исключены пациенты, которым проводили двухмерную лучевую терапию и стереотоксическую лучевую терапию. Задача была оценить эффективность лечения в зависимости от суммарной дозы на предстательную железу, на опухоли предстательной железы. И референсным параметром послужила доза в 74 Грея, при разовой дозе 2 Грея, либо в 75,6 Грея при разовой дозе 1,8 Грея. Режим фракционирования актуален для наших европейских и североамериканских коллег. И в разрезе результатов клиницисты получили следующую тенденцию. У больных промежуточного высокого риска прогрессирования отмечается достоверная тенденция к улучшению результатов при эскалации дозы 74 Грея. И также авторы делают заключение, что в принципе каждые 2 Грея уменьшают риск смерти на 6-7%. А у пациентов высокого риска прогрессирования необходимо стремиться к эскалированному варианту 80 Грея и выше, о чем я буду говорить далее. Таким образом, вот эта доза универсальная, почему 74 Грея? Это та минимальная доза в локализованной раке предстательной железы, которая регламентирована современными клиническими рекомендациями всех авторитетных международных сообществ. На данном слайде представлен некий суммарный вопрос, посвященный эскалации дозы 74 Грея и выше, представленный на АСКДЖИ в прошлом году. Мы видим, что ряд серий исследований, в котором оценивалось эффективность лучевой терапии больных, в основном умеренно высокого риска прогрессирования, что эскалация дозы ассоциирована с лучшим биохимическим контролем болезни. Я, как традиционный онколог, не мог не упомянуть об этом исследовании. О котором Борис Яковлевич уже подробно достаточно рассказал, и не буду на нем останавливаться. Ключевые моменты Борис Яковлевич отобразил, и за неимением времени я пропущу серию слайдов. К чему же мы дальше идем? А дальше мы решаем вопрос в условиях современных технологий методик лучевой терапии, дальнейшей эскалации дозы. И последнее время серии исследований, посвященные повышению дозы до 110 и более ГРЭЙ. И прототипом всех этих исследований является это исследование, рандомизированное исследование, флейм-исследование, в котором пациенты были разделены на две группы. В одной группе осуществлялось облучение предстательной железы до 80 за ГРЭЙ. В другой группе, помимо предстательной железы, еще дополнительно облучался доминантный МР-позитивный опухолевый очаг до дозы 110 ГРЭЙ. Мы также занимаемся этой работой, и для лучшего восприятия я графически представил аксиальные срезы КТ и МРТ-топометрии. Обратите внимание, что заливка синий-зеленого цвета отображает дозу в 80 ГРЭЙ, а заливка красного цвета отображает вот этот буст на доминантный очаг в дозе до 110 ГРЭЙ. Сложная для быстрой интерпретации слайд в отношении токсичности, но прошу обратить внимание, что везде прослеживаются два рядом расположенных столбца, и варианты токсичности между двумя этими группами условно сопоставимы, и токсичность принципиально не отличается. По результатам в разрезе 5-летнего периода наблюдения отмечается достоверная тенденция к улучшению биохимического контроля болезней без метастатической выживаемости, но в силу малого периода наблюдения не получено еще различия в без метастатической опухолеспецифической выживаемости. Режим гипофракционерный. Второй актуальный вопрос, который касается с точки зрения радиационной онкологии как клинического составляющего, так и организации радиотерапевтической службы в целом. Известное всем исследование, напомню, в прошлом году опубликованное на СКО-ЖИЮ чип-трайл, которое уже демонстрирует о том, что современным стандартным лечением локализованного рака предстательной железы может быть курс лучевой терапии за 20 фракций. Десятилетние результаты показали относительную эквивалентность с 37-ми фракционным лечением в условиях увеличения токсичности. Когда говорим о гипофракционировании, и мы всегда плавно переходим к стереотоксической лучевой терапии, много когортных исследований, много систематических обзоров, но я хотел бы продемонстрировать в разрезе доказательной медицины, что инициированы и проходят рандомизированные исследования третьей фазы. Одно из этих исследований, которое сравнивает конформную лучевую терапию в режиме либо классического фракционирования, либо умеренного гипофракционирования за 20 фракций со стереотоксической лучевой терапией. Дизайн прост, прозрачен, и в этом исследовании большинство пациентов умеренного риска прогрессирования. Пока что пятилетний биохимический контроль болезни эквивалентен между двумя этими группами. Токсичность также не увеличивается. Куда мы идем дальше? А дальше мы идем и обсуждаем вопрос интенсификации, сокращения продолжительности скорости лучевой терапии у пациентов высокого риска. Сложная группа пациентов, которых необходимо облучать региональные лимфоузлы. На данном слайде я хотел продемонстрировать одну из последних работ 2024 года, систематический обзор, посвященный анализу порядка 16 исследований первой и второй фазы именно в гипофракционировании высокого риска прогрессирования. В чем заключается дизайн этих клинических, радиотерапевтических особенностей этого лечения? А тем, что одновременно происходит облучение лимфатических узлов таза за пять сеансов с интегрированным бустом графически красным цветом на предстательную железу в разрезе стереотоксических принципов лучевого воздействия. Как представлено на данном слайде, дозы на предстательную железу осуществляются в режиме фракционирования по 7-25 грей, по 8 грей. А в некоторых исследованиях также еще и дополнительный буст на МР-позитивный доминантный очаг. Конечно, говорить о долгосрочных перспективах еще рано. Мы имеем только первые результаты этих исследований о непосредственной токсичности, но в принципе они оптимистичны и заставляют нас задуматься и продолжить клиническую работу в дальнейшем исследовании и в этом направлении. Я благодарю за внимание. Меня всегда интересовала лучевая терапия при локальных формах. Вот все-таки, несмотря на то, что мы повышаем дозы, эскалация дозы 80-110 грей, все-таки токсичность, от нее никуда не деваешься. Может быть, пациенты какой-то возрастной категории есть? Есть пациенты, у которых такая будет токсичность, что кажется в вашем личном опыте. Мне кажется, что двух пациентов на всю жизнь хватит токсичностью. Вы сталкивались с тем, что определенно уже понимаете, кому стоит делать эскалацию, увеличение тенгрей, а кому не стоит. Сугубо в вашем опыте. Сугубо наш опыт базируется и на принципах доказательной медицины. И все исследования, которые мы имеем сейчас перед глазами, в разрезе качества наказания радиотерапевтической помощи, соблюдения всех принципов гарантии качества. В это понятие я вкладываю момент от начала постановки диагноза, визуальной, инструментальной диагностики, дозиметрического планирования, реализации качественно оказанной помощи на линейных ускорителях, в разрезе ежедневной визуализации укладки. То, в принципе, мы видим, что варианты эскалации дозы в зависимости от сравнения 74-80, 70-80. Вот исследования, пятилетние исследования, результаты флейм-исследований показывают, что достоверно различий в токсичности нет. Но есть ряд дополнительных опций, которые позволяют нам осуществлять гарантию качества. И в последнее время, в частности, и в рекомендациях НССН, по-моему, в последнем году, и в рекомендациях Европейского общества онкурологов, вводятся такие, как дополнительные опции, как введение специально образующих водосодержащих гелий между пространством, между представительной железой и прямой кишкой, тем самым уменьшая нагрузку на прямую кишку и уменьшая риски геморрагических эректитов, что уже опробировано, по крайней мере, одно рандомизированное перспективное исследование, я точно знаю. Поэтому все клинически я не вижу в разрезе возрастного цензура какие-то ключевые моменты показаний к лучевой терапии. Спасибо. То есть современные технологии нам помогают спасать таких пациентов? Совершенно верно. Да, лучевая терапия, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю, но завязана на принципах именно современного технологического решения для решения поставленных задач. Спасибо. Спасибо.